МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какими новостями запомнится этот понедельник, расскажу я, Артемий Заварзинов и коллеги. Всех приветствуем. И вот главное. На участке Новодвинска-Холмогора техника уже работает. Чем интересен объект и сколько всего дорог в регионе обновят? Большое социальное строительство на юге области в Сеуле идет по плану. Пять лабораторий, три площадки, 40 участников. В Архангельске прошел чемпионат профессионального мастерства для школьников про лес. А фигуристы встали на коньки. Узнаем, чем завершились областные соревнования в Северодвинске. 227 километров дорог в регионе в этом году переведут нормативное состояние. И на большинстве объектов подрядные организации уже приступили к капитальному ремонту. В пяти районах Архангельской области дорожники начали фрезерование. На участке Новодвинска-Холмогора работает 9 единиц техники. Ремонт идет по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Объект в протяженностью 8 километров облекут в асфальт. Дорога, конечно, находилась в плохом состоянии. Ямы вообще были ужасные. Сейчас надеемся, что в скором времени закончится ремонт и можно будет быстро добираться. Чем объект интересен? Тем, что впервые мы используем в качестве выравнивающего слоя щебеночно-гравийно-песчаную смесь. Почему? Потому что по данным изысканий, во-первых, асфальтобетон весь изношен. Ну и толщина его на данном участке составляет не более 5 сантиметров. То есть стандартная технология фрезерования, укладка выравнивающего слоя привела бы к тому, что толщина выравнивающего слоя была бы очень большая. Технология снизит стоимость объекта до 196 миллионов рублей. По словам подрядчика, уже к сентябрю дорогу заасфальтируют. Всего же на работы по области предусмотрено 6 миллиардов рублей. Как заявили в областном правительстве, трудностей с финансированием не будет. Он объединяет честных, неравнодушных и твердо следует двум принципам – гуманность и милосердие. Российский Красный Крест отметил 155-летие. Президент страны Владимир Путин в своем поздравительном адресе особо отметил, цитата, «в высшей степени востребованную деятельность по оказанию действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса». Подключились к этой работе и сотрудники вместе с добровольцами в Архангельском отделении, где сегодня побывал глава региона. «Ни одного дня, ни одной недели, несмотря на какие у нас были исторические события, Красный Крест не останавливался». Да и в дни, когда отмечается 155-летие Российского Красного Креста, тоже не до праздников. Работа, звонки, сборы, обсуждения – основная задача сейчас – гуманитарная помощь. «Мы отправляем не только гуманитарную помощь, которую мы уже больше 160 тонн отправили, но и сюда приходят вынужденные переселенцы, неважно, они приезжают, либо из родника приходят с понта временного размещения». Душа и руки заняты также обработкой звонков на горячую линию. В день их около 80. Параллельно идет сортировка и фасовка того, что отправится в качестве гуманитарного груза жителям Донбасса. И тут, как сообщили активисты губернатору, весьма кстати было бы решение вопроса с помещением. На сегодня возможности нашего Красного Креста ограничены. «Давайте посмотрим, что было помещение, где можно заниматься с такими объемами гуманитарной помощи. Они действительно большие. А волонтеры работают у вас?» «Да, конечно, волонтеры работают. Причем они работают и до 10 вечера бывают. Спасибо им большое». Несмотря на то, что отправлено большое количество гуманитарной помощи, сбор продолжается. Необходимость есть в самых разных вещах и продуктах. Неравнодушных северян ждут по адресу набережная Северной Двины, 98. Здесь же, кстати, можно ознакомиться с другими проектами Красного Креста. Например, помощь в восстановлении после ковида, обучение правилам оказания первой медпомощи, поддержка тех, чьи родственники оказались маломобильными после перенесенного инсульта. Одним словом, российский Красный Крест за 155 лет существования не утратил главного – высоких идеалов, милосердия и гуманизма. Важно и помнить тот факт, что в годы Первой и Второй мировых войн под флагом Красного Креста объединились десятки тысяч добровольцев, были обучены сотни медсестер и санитаров. Началось развитие донорского движения в стране. Артемий Заварзин, Мария Даник, Евгений Языков, Александр Кузнецов. Регион 29. Региональные власти проверили социальные стройки в Вельске и Устьянском районе. Главный вопрос – какими темпами идет возведение важных объектов на юге региона? Подробнее в сюжете Лидии Папуш. В этот дом в поселке Октябрьский вскоре приедут жители ветких деревяшек. Строители уже возводят первый из пяти этажей. Рядом школа, техникум и до магазинов рукой подать. К слову, инфраструктура удобная. Не за горами Новоселья и в селе Шангалы. Два социальных дома готовятся к сдаче в середине лета. Все объекты строятся по национальному проекту «Жилье и городская среда». Была определенная сложность в том году и в этом. Это в связи с ростом цен на строительные материалы. На уровне правительства Российской Федерации ряд нормативных правовых актов были выпущены. Так называемое постановление правительства 13-15. Там, где осуществляется строительство, мы дофинансируем часть убытков за строительные материалы. В Вельске на улице Чехова возводят три социальных дома под ключ. На всех объектах работает одна подрядная организация. Но это не мешает наращивать темпы. Большинство строек, соответственно, обеспечены в полном объеме материалом. Понятно, что не все идеально и гладко. Есть и отставания небольшие от графика, есть сложности с логистикой, с поставкой материалов. Но на сегодня точно можно сказать, что нет ни одной стройки, которая у нас оставлена без внимания. Еще один социальный дом на улице Привокзальной должны заселить в конце весны. Подрядчику необходимо только устранить недочеты, и новоселы могут заезжать. Лидия Папуш, Александр Богданович, Андрей Миронов, Регион 29. Пять лабораторий, три площадки, 40 участников. В Архангельске прошел чемпионат профмастерства для школьников про лес. Ребята осваивали лесные профессии, например, пробовали себя в роли технолога лесной биржи, определяли объемы древесины в штабелях. Александр Богданович все увидел. Самый хороший учитель в жизни – опыт. В этом убедились школьники Архангельской области. Так в лаборатории лесозаготовительное производство, площадкой для которого стала база 25-го лесозавода, ребятам предстояло выполнить раскатку и вычислить объемы древесины в штабелях. Для Ивана Кузнецова выполнение такого задания не представляло труда. Он уже не в первый раз участвует в проекте – кадровый резерв лесной отрасли «Перезагрузка». Я очень рад работать. А мне как-то само привычно уже как будто все измерять, потому что люблю именно все четкость и расчеты по чертежам. Пользуются ребята как рулеткой, так и специальными вычислительными программами. За их работой пристально следят профессионалы предприятия – Светлана Цибина и Елена Кравникова, а также специалисты САФУ. Видно, что некоторым ребятам это интересно, ну вот, по крайней мере, вот здесь, которые присутствуют, им это интересно, это заметно по ним. Они уже для себя могут решить, в будущем это пригодится им, пойдут они по этому направлению работать или нет. Может, и к нам придут. Мы будем очень рады таким специалистам, которые уже со школьного возраста, уже знакомы с этой продукцией. Чемпионат профессионального мастерства для школьников «Про лес» – это заключительный этап масштабного профориентационного проекта «Кадровый резерв лесной отрасли «Перезагрузка», который запустили год назад группа компаний «Титан» и САФУ. В порыве увлечь молодежь работы в лесу сошлись и образовательные учреждения всех уровней, и органы региональной власти, и крупнейшие предприятия ЛПК области. За это время удалось познакомить с лесными профессиями более 800 школьников не только из Ирхангельска и Новодвинска, но и районов по море. «Объясняем в такой форме, в игровой. То есть ребята на каждом этапе себя смотрят, скажем так, с разной стороны. На одном из участков чемпионата мы, соответственно, определяем материальную оценку, оцениваем. То есть разные этапы они проходят и, соответственно, знакомятся с лесопромышленным комплексом и работами на лесопромышленном комплексе». Завершился чемпионат церемонии награждения. Школьников отметили призами, но главное – у ребят появились перспективы. С таким багажом знаний они могут уверенно двигаться в профессии и развивать регион. Александр Богданович, Светлана Михельская, Регион 29. Поступай в Архангельский учитель в Санкт-Петербурге. 17 мая в 18 часов на базе Архангельского колледжа телекоммуникации имени Розинга пройдет день открытых дверей Института магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Университет ведет подготовку по 23 магистрским программам технического, гуманитарного и экономического направлений. Он вошел в топ-20 российских вузов по подготовке IT-специалистов в 2021 году. Запускается новое направление – промышленная электроника. Будет открыт прием на обновленные образовательные программы, медиатехнологии и телерадиовещания, информационные технологии и проектирования радиоэлектронных средств и системы беспроводных коммуникаций. Индивидуальный подход к каждому студенту за счет обучения в малых группах позволяет получать глубокие теоретические знания и практические навыки. Вечерние занятия дают возможность магистрантам совмещать обучение с работой. Все подробности завтра, 17 мая, в 18 часов, на дне открытых дверей по адресу Папанина, 24. Снегиревая – пример сплоченной и мужественной семьи. Такой вывод сделал глава Северодвинска Игорь Скубенко после личного знакомства, побывав в Международный день семьи у них в гостях. Как сейчас чувствует себя маленькая Вика? Напомним, деньги на дорогостоящие лекарства для нее собирали буквально всем миром. За судьбой Вики Снегиревой следил весь Северодвинск. В два месяца у девочки нашли спинальную мышечную атрофию. Заболевание крайне редкое, вся страна собирала огромную сумму и в марте этого года был сделан долгожданный укол препаратом золгензма. Прогресс налицо, говорят родители. Научилась она на живот переворачиваться сама. Но пока обратно не может. То есть это у нас еще впереди. То есть обратно я ей помогаю. Ну или папа, или брат. Голосочек у нее громче стал намного. А в корсете сидит уже хорошо и голову держит сама. Вика сейчас себя чувствует хорошо. Правда, зубы идут, поэтому беспокойной ночи у родителей пока не заканчиваются. Игорь Скубенко сегодня в первый раз увиделся с малышкой лично, хотя, как и многие горожане, помогал в сборе средств вместе с коллегами из администрации города. Еще много впереди в этой семье. То, что требуется для Вики и период реабилитации, и еще много всего. Такая сплоченность, она дорогого стоит на самом деле. И здесь, наверное, можно говорить как о большой семье города Северодвинска. Мы всегда, северодвинсцы, они отличались такой быстрой реакцией на какую-то необходимую помощь, поддержку. Подарок на день семьи для Вики – говорящий медведь. Но девочка проявила настороженность, пока пытается найти общий язык с новым знакомым. Мы сейчас с тобой разгонались. Он селеный малышком. Это вкладышный кровь, светлячок, 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 светлячок. В гостях у Снегиревых побывала и главный врач детской больницы Ольга Киселева. Напомним, что именно в этом учреждении двухмесячной Северодвинке поставили страшный диагноз и впервые в области ввели поддерживающий препарат спинраза. Все это было сделано вовремя. Развитие заболевания удалось остановить. С Викой главврач встречается теперь два раза в месяц. Девочка продолжает наблюдаться в детской больнице. Самое главное, что у нее при ее тяжелейшем заболевании состояние без ухудшения. Мы готовимся потом в июле месяце на повторную госпитализацию в научный центр здоровья детей для контроля состояния ребенка, ну и наблюдение ее в динамике уже в федеральном центре. Семью Снегиревых глава города назвал самой сильной и поставил в пример сплоченности и мужества. Николай Цып, Юлия Куницкас, Регион 29. Здоровье кожи – тема очередного дня открытых дверей областного проекта «Здоровое поморье». Жители смогут получить консультацию врача и при необходимости отправиться на дальнейшую диагностику и лечение. Проект проводится областным Минздравом по поручению губернатора. Как выстроен процесс записи и, главное, какие медучреждения участвуют, выяснил Алексей Карельский. Тишина в этих наушниках – редкий гость. Особенно сегодня. Оператор горячей линии 122 обрабатывает десятки звонков от желающих принять участие в проекте «Здоровое поморье». Ваша заявка принята в работу. С вами свяжется из второй городской поликлиники для уточнения времени приема. Проект «Здоровое поморье» стартовал в апреле по инициативе губернатора региона. Его цель – обратить внимание северян на собственное здоровье и пройти диагностику самых распространенных заболеваний. В удобное время – выходной. Например, 21 мая, когда в медучреждениях области состоится День здоровья кожи. Запись на обследование началась сегодня в регистратурах на сайте здрав29.ру. Более 50 человек из 300 уже получивших талон обращались на горячую линию 122. Даже если вы вдруг не дозвонились до нас, то вы услышите робота, который скажет, что в ближайшее время с вами свяжется сотрудник. И это действительно так. Архангел-огородка Наталья Горховик сама пробилась на горячую линию. Есть свободный талон на 12.30 сейчас. Если вас устроит, могу прямо его забронировать. Ой, очень удобное время. Да, спасибо. Каких-то симптомов заболеваний кожи Наталья у себя не видит, но профилактический осмотр лишним не считает. У нас у всех есть какие-то родинки, которые у нас немножечко в период жизни, какой-то рост у них идет. Поэтому лучше перепроверить, что никаких нет изменений по коже, чем потом за горлову хвататься. Причины для беспокойства есть. Меланома лидирует среди онкозаболеваний у северян. Раннее выявление – ключ к успешному лечению. У нас есть достаточное количество диагностического оборудования, очень хорошие специалисты. Мы научились делать скрининг быстро и качественно. И те дни открытых дверей, которые уже сейчас прошли, показывают нам, что мы действительно выявляем различные заболевания на ранних этапах. И дальше пациент маршрутизируется, лечится. И таким образом мы сохраняем здоровье нашего населения. Подтверждением тому – День здоровья молочной железы, состоявшийся в апреле. Тогда обследования прошли более 1400 северянок. У каждой десятой выявили патологии различного характера. И сейчас женщины получают необходимое лечение. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29. Колыбель судостроения России приводит в порядок. На Масеевом острове идут субботники. Это инициатива жителей города, которые не желают, чтобы место с большой историей превращалось в общую свалку. Подробнее в сюжете. Там, где, согласно городским легендам, Петр Первый устраивал бал на соломе, сегодня сухие ветки, мусор и прошлогодняя грязь. Картина не подстать императорской эпохе. На наш взгляд, колыбель российского судостроения, колем является Масеев остров, достойна своей приборки. И чтобы солом было и Масеев остров не поглотила собачья дыра, мы решили этот мусор, который здесь находится, уже, можно сказать, что много лет, решили убрать и, может быть, сподвигнуть, стать катализатором уборки и в Соломбале, и на таких недооцененных, труднодоступных территориях наших горожан. Накануне активисты убрали мусор на верфи, где строится знаменитый поморский коч. Сейчас основные силы брошены на приведении в порядок обочин дороги, соединяющий Соломбальский и Масеев острова. Больше всего здесь твердых бытовых отходов. Это бутылки, все, что остается с пикников, с отдыха. Скорее всего, до нас, возможно, в прошлом году здесь уже кто-то пытался прибраться и на набережные, ближайшие территории. Беда была в том, что это все не вывезли, и ветром, собаками, птицами это все разнеслось по острову, по насыпи. Вот, сейчас это собирать гораздо сложнее в больших объемах, но в любом случае справимся. Масеев остров стал излюбленным местом отдыха горожан. Здесь и мангал поставить можно, и, как оказалось, мусор далеко нести не надо. В городе Архангельске очень мало, так исторически сложилось, что очень мало зон непосредственно, где можно людям контактировать с водой, где можно отдыхать и проводить культурное время. Но, к сожалению, у людей, которые здесь проводят время с культурой, видимо, не очень хорошо. Вы видите кучи мусора и бытовых отходов, которые, к сожалению, нам приходится выбирать. Такие субботники здесь планируются каждое воскресенье с 11 часов дня. Желающим поучаствовать можно обращаться по адресу Масеев остров 12, верфь деревянного судостроения. Александр Богданович, Александр Кузнецов, Регион 29. Покрутить педали – отличное решение для полезного отдыха. В выходные дни архангелгородцы стали участниками семейного велоквеста. Его организовали в честь Международного дня семьи. О том, какие испытания пришлось пройти, узнаем в нашем репортаже. Семейный велоквест – это необычное мероприятие организовали сотрудники Центра поддержки молодой семьи. Более 19 семей прошли в Архангельске три веломаршрута, состоящих из контрольных точек, на которых участников ждали задания на логику. Наша задача была создать условия, где семьи могут все вместе, дружно, активно провести этот день праздничный, набраться ярких впечатлений, потом, чтобы они пополнили свою копилочку семейных счастливых воспоминаний. При стартом каждая семья получила конверт, в котором зашифрованы первые три контрольные точки на выбор. Всего было три маршрута. Самый короткий по километражу предлагал самые сложные задания на знание истории Архангельска и жизни Петра I. Самый длинный, наоборот, простые задачи позволяли не задерживаться и быстро переходить на следующую точку. Ну, мы решили активно провести выходной день, приехали сюда всей семьей, с детьми. Ну, хотим провести время хорошо. Собственно, мы не первый раз уже участвуем в таких мероприятиях, а дома молодежи нам нравится. Ну, и погода хорошая располагает. Мне очень нравится, всегда весело активно проводить время, а не сидеть дома. В принципе, погода хорошая, поэтому очень радостно приехать. Стартовали любители велопутешествия от областного дома молодежи. Ну, а финиш находился у здания Арктического посольства. Самый главный приз конкурса – безусловно, драгоценное время, проведенное с семьей. Также велоквесты провели в Котласе и Каргополе. Ангелина Парфенова, Виктория Воронцова, Светлана Михеевская, Регион 29. Сегодня хоккейный мир понес тяжелую трату. Ушел из жизни самый титулованный тренер в хоккее с мячом Владимир Янко. Ему было 73 года. Владимир Владимирович на протяжении 8 лет был у руля водника. Под его руководством клуб в 7 раз выигрывал чемпионат России, трижды кубок России, по два раза кубок мира и кубок европейских чемпионов, а также чемпионский кубок Эдзбина. Символично то, что ваш день рождения совпадает с днем рождения водника. Да, вот это удивительно. Вот это потрясающе, конечно. Ну, надо же, да, вот так было быть в судьбе. Ну, наверное, поэтому что-то и получилось здесь. И поэтому людей, с которыми я здесь работал, которых я здесь встречал, я помню до сих пор. Владимир Янко был единственным тренером в истории хоккея с мячом, на счету которого 6 побед на чемпионатах мира. В Северодвинске в рамках Беломорских игр прошли областные соревнования по фигурному катанию на коньках. На ледовой арене мастерство показали воспитанники архангельских и северодвинских школ Николайцы подробнее. Ликование у зрителей вызывает выступление одной из самых юных участниц областных соревнований по фигурному катанию. Сверодвинка Дарья Ткачева занимается только год, и это ее второе появление на публике. Мне нравится свое выступление, но у меня есть одна ошибка. У меня не получился либер. Ты не расстраиваешься? Оценка тренера – хорошо. После яркого выступления сладкие подарки от друзей и родных поднимают настроение и желание трудиться дальше. Именно трудиться, ведь добиться грациозности на льду позволяет только полное послушание наставника. Далее работа судейства. Спортсменов много. И есть те спортсмены, которые катаются примерно на одинаково хорошем, достойном уровне. Кто-то чуть-чуть лучше может быть в какой-то технической точке зрения, в технической составляющей. Кто-то лучше в плане компонентов программы. Это хореография, постановка, интерпретация. Один из самых динамично развивающихся видов спорта в Архангельской области поддерживает правительство. Так в ближайшем будущем появятся целых два ледовых дворца. Один из таких объектов появится в Коряжме. В этом году мы планируем сдать ледовый дворец. Ну а следующий уже ледовый дворец планируем сдать в 2024 году. Здесь как раз в Северодвинске, на территории стадиона «Север». 6 мая проектно-сменная документация загружена в экспертизу. Я думаю, что скоро мы уже получим результаты. Ну и соответственно в этом году уже 50 миллионов запланировано в областном бюджете. Мы надеемся, что с построением новой ледовой арены результаты наши пойдут еще лучше, будут расти. Но и сейчас ребятки показывают хорошие результаты. Вот за год мы видим, как все прибавили в технике, в прыжках, в скольжении. Есть и хорошие результаты на всероссийских соревнованиях. Архангелогородка Екатерина Попова заняла второе место на первенстве федеральных округов. Занимается она здесь, в Северодвинске, так что школа формируется перспективное. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Регион 29. Таким был этот день. Я желаю вам хороших новостей и бодрого духа. До встречи завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова